В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Готовны 60 процентов, когда новая школа в Назорге примет учеников. Высокая криминальная активность несовершеннолетних и расширение штата отдела по борьбе с наркотиками. Руководители Саровского УВД подвели итоги работы в 2020 году. Из Кисарова горожан приглашают принять участие в конкурсе молодежного центра. Далее расскажем обо всем подробно. Новая школа на улице Зорге готова на 60 процентов. Строительство идет с отставанием от графика на три месяца. На объекте работают 73 человека. Планируют в ближайшее время добавить еще 100. По словам представителей администрации, дети могут пойти учиться в новое здание уже во второй четверти следующего учебного года. Подробности далее. После вынужденного простоя строительство новой школы на улице Зорге набирает темп. Подрядчик завершает контур одной из блок-секций. Продолжаются кровельные работы. Началась отделка. Прокладывают инженерные сети электрику и вентиляцию. По заверениям строителей, к концу февраля на объекте запустят отопление. В то же время есть проблемы со сроками. От графика отстает на три месяца. Причин две. Пандемия и ошибки в проектно-сметной документации, которые пришлось устранять. Сейчас на стройке задействовано 73 человека. Трудятся вахтовым методом с 8 утра до 7 вечера без выходных. В ближайших планах увеличить штат до 120 человек. Глава города Алексей Сафонов и представитель подрядчика договорились работать в тесном контакте, чтобы, насколько это возможно, приблизить сдачу школы в эксплуатацию. То есть вы увеличите группировку в полтора раза, да? Ну, именно да. Соответственно, наша задача решить вопросы с некорректными техрешениями, проектными решениями, согласовать и максимально нагнать графика, чтобы получить готовность объекта, хотя бы техническую готовность объекта, как говорится, к первому сентября. По состоянию на сегодняшний день объект готов приблизительно на 60%. Из общей сметы в 580 миллионов рублей 350 уже освоили. Со стороны города нареканий нет. Как заявил заместитель главы администрации по архитектуре и градостроительству Владимир Еминцев, все работы выполняет качественно. Курирующие стройку ведомства довольны результатом. По тому графику, у которого сейчас придерживается подрядчик, школу должны сдать в конце сентября. Но строители пообещали сделать все возможное, чтобы успеть к началу учебного года. Будем стараться достраивать этот объект как можно быстрее. То есть знаем, что он нужен городу. То есть и острая необходимость есть. Поэтому мы приложим все усилия со своей стороны. В ходе импровизированной пресс-конференции Алексея Сафонова спросили о том, как власти будут решать вопрос с транспортной доступностью новой школы. Если верить Яндекс.Картам, в этой местности курсируют только три маршрута, а до ближайших остановок по 400-500 метров. Вроде бы не так много, но для будущих учеников начальных классов все же далековато. Глава города пообещал взять вопрос под личный контроль. У нас есть проект по реконструкции улицы Негина в плане вообще транспортной доступности этой школы. Я думаю, вопросы и с автобусным сообщением, автобусы и вопросы с личным транспортом все равно должны быть решены, потому что не может такой крупный и плотно населенный объект остаться вне этой работы. Наша редакция продолжит следить за ходом строительства новой школы. Новая детская пеликлиника не появится в Сарове в 2021 году. Возможно, здание сдадут в 2022 году. Ранее мы рассказывали о том, что ситуация на объекте непростая. Работа приостановлена, идет серьезное отставание от графика. Есть проблемы с подрядчиком и субподрядчиками, сложности проектно-сметной документации. 28 января глава города Алексей Сафонов обсудил этот вопрос на совещании с заместителем полупреда президента по Приволжскому федеральному округу. Проработали варианты решений. Там есть три варианта решений. Со своей стороны мы предложили ФМБА, так как это он застройщик, он заказчик, вот эти варианты. И сегодня в Москве проводится совещание в руководстве Федерального медико-биологического агентства, на котором будет выбран один из вариантов. И по предварительным обещаниям в понедельник у нас будет некий график достройки поликлиники города. И я думаю, мы нашли выход из этой ситуации. Подробнее к вопросу строительства новой детской поликлиники мы вернемся в ближайших выпусках новостей. Международные авиаперелеты из Нижнего Новгорода возобновят с 8 февраля. Решение приняло на заседание оперативного штаба по предупреждению завоза распространения коронавируса на территории России. Также международные перелеты разрешат из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных вод, Перми и Хабаровска. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Поликлиника номер один продолжает вакцинацию против сезонного гриппа, поскольку весенняя волна заболеваемости еще впереди. Медики напоминают, что грипп опасен своими осложнениями, особенно у лиц старших возрастов и имеющих хронические заболевания. Сделать прививку горожане могут не только в поликлинике. Выездные прививочные кабинеты возобновят работу с 1 февраля. Можно обращаться по понедельникам, средам и пятницам с 11 до 14 часов в Центр культуры и Досугарфе от Смнеев, а с 15 до 18 в Дом молодежи. При себе иметь паспорт. Транспортные льготы для детей-сирот будут расширены в Нижегородской области. Сейчас они могут бесплатно доехать по льготной транспортной карте до места учебы и обратно. В остальных случаях они должны оплачивать проезд. Новая законодательная инициатива от депутатов Заксобрания предполагает бесплатный проезд на любых видах общественного транспорта, включая пригородные в любую точку населенного пункта, а не только до школы. Однако действовать эта мера будет только во время учебного года. Воспользоваться льготой смогут около 4 тысяч детей. 39 педагогических работников Сарова принимают участие в конкурсе «Навигаторы детства». Его суть – отбор претендентов на новую должность советников-директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах. До 14 марта любой, у кого есть опыт педагогической и воспитательной деятельности, независимо от возраста и стажа работы, может подать заявку на сайте навигатородетство.рф. Затем всех участников ждет этап онлайн-тестирования. Те, кто покажет лучшие результаты, будут приглашены на финал. Результаты конкурса объявят не позднее 21 марта. На 73% увеличилось в прошлом году в России число правонарушений в сфере информационных технологий. Такие данные приводит Министерство внутренних дел. Львиную долю роста дали мошеннические действия, совершенные с помощью интернета и мобильной связи. Саровчане также с завидной регулярностью переводят незнакомым людям сотни тысяч и даже миллионы рублей. На пресс-конференции руководители Саровской полиции рассказали журналистам об итогах работы в 2020 году. 211 наркозависимых саровчан официально стоят на учете в клинической больнице номер 50. Но по оперативным данным эта цифра в несколько раз больше. Как отметил Александр Позелов, уровень раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в городе в последние годы стабильный, но не отвечает реальным объемам сбыта запрещенных средств. Поэтому отделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков расширили. Группа усилена, туда назначены дополнительно сотрудники. Я думаю, что в этом году мы результаты качественно улучшим в этом направлении. Лица у нас, кто занимается сбытом, частично известны. Частично мы мероприятия проводим по установлению. На 140% увеличилось в прошлом году количество преступлений, которые совершили подростки. Но по словам полицейских, резкого всплеска не было. Из пандемии это не связано. Дело в том, что 36 противоправных деяний совершили всего 8 ребят. При этом один старшеклассник 19 раз нарушил закон. Сознательно. Позиционировал себя как человек, который хочет быть предводителем преступной среды. До 14 лет он у нас совершил порядка 20 преступлений, но уголовной ответственности он не подлежал. Он себе в том году поставил задачу совершить больше, когда ему исполнилось 14 лет. На определенном этапе полицейские выступали лишь в роли статистов, так как арестовать его было нельзя. Как только ему исполнилось 14 лет, дела передали в суд. И по его решению подростка направили в спецшколу в Санкт-Петербург, где он будет находиться до 18 лет. Всего в Сарове на учете в отделении по делам несовершеннолетних стоят 60 подростков и 26 неблагополучных семей. Также в 2020 году сократилось количество тяжких видов преступления и увеличилось число имущественных правонарушений. Общая раскрываемость преступлений увеличилась на 8,3% и составила 64,1%. Это значение является высшей среднеобластного по области 52,1%. И, как я сказал, по сравнению с прошлым годом результаты мы улучшили. Значительно снизилось количество ДТП, в которых погибли или пострадали люди. С 99 в 2019 году до 75 в 2020. 34 аварии случились из-за нарушений правил содержания уличной дорожной сети. То есть где-то не горели фонари или коммунальщики не убрали снег. Резко снизилось количество ДТП с участием пешеходов. В прошлом году сыровчане попали под колеса автомобилей 15 раз. На пешеходных переходах также у нас снижение количества ДТП. Всего лишь зафиксированы их 6 против 22, посмотрите, 22 в 2019 году. Это тоже нас радует, потому как наиболее часто вот эти дорожные трассные происшествия на пешеходных переходах влекут какие-то такие уже необратимые последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью либо смерти потерпевшего. Всего за 12 месяцев прошлого года зарегистрировали около 6700 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Подробнее о совершенных угонах, случаях мошенничества и смертельных ДТП смотрите в рубрике «Без комментариев» на нашем канале в Ютьюбе и в эфире телеканала САРО-24. С 8 февраля все вузы под ведомственной Миноборнауки возвращаются к традиционному формату обучения. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Валерий Фольков. Сейчас в большинстве российских вузов идут каникулы. Обычно они начинаются после зимней сессии в 20-х числах января и продолжаются в среднем две недели. Во всех вузах обязаны соблюдать все профилактические меры, предписанные Роспотребнадзором. В их числе наличие антисептиков, контроль температуры бесконтактным способом у всех, кто входит в здание вуза, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, ограничение посещения вуза теми, у кого есть симптомы инфекционного заболевания, обработка всех контактных поверхностей дезинфицирующими средствами не реже одного раза в 4 часа, проветривание помещений. Молодежный центр проводит конкурс на лучший эскиз арт-объекта, символизирующего Саровка, город ученых и зато. Принять участие в творческом состязании могут молодые люди от 14 до 35 лет. В работе им необходимо отразить уникальность Сарову, показать наш город как научный центр, в котором жили и работали великие ученые, ковавшие ядерный щит страны. Подробности далее. Скоро в городе появится новый арт-объект. Жителям Сарова от 14 до 35 лет предлагают принять участие в его создании. Творческое объединение молодежного центра «Эвент-команда» запускает конкурс на лучший эскиз арт-объекта, символизирующего Саровка, город ученых и зато. Работы принимают с 25 января по 21 марта. Мы принимаем работы в формате фотографии, JPEG, хорошего качества. Но работы могут быть выполнены в любой технике. И главное, чтобы они были авторскими, они откуда-то не скачаны, не взяты из интернета, чтобы участники конкурса сами придумывали этот эскиз. Также эскиз должен отражать уникальность Сарова как научного центра России, в котором жили и работали великие ученые, физики, ядерщики, ковавшие ядерный щит нашей Родины. Еще одно обязательное требование конкурсной работы – практичность предложенного варианта. Оформить эскизы можно в любом стилистическом исполнении. Все работы будут опубликованы в группе молодежного центра и на сайте молодежного центра. Жители города также могут посмотреть эти работы. И на сайте молодежного центра, и в группе, в социальной сети, ВКонтакте мы опубликуем имя победителя, автора лучшего эскиза арт-объекта. Оценивать эскизы будут с 22 по 30 марта, и уже 31 марта подведут итоги конкурса. Установка арт-объекта в Сарове – первый этап реализации масштабного проекта «Зато ученый». Следующим этапом будет квест на День молодежи, который также будет называться «Зато ученый». В этом квесте смогут принять участие молодые люди, также от 14 лет. И итогом этого квеста станет выбор места, где, по мнению молодых людей нашего города, может быть установлен этот арт-объект. Заявку и эскиз принимают на электронную почту васькинасобака.мц.дефис.саров.ру Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 99108. Лакомство, которое лечит. О чудодейственных свойствах меда ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая сладкоежки ценят особо. Десятки его сортов можно приобрести в Ледовом дворце. Там пройдет выставка «Медовая феерия». Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в Ледовом дворце. 30 и 31 января там проходит «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловые лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими, хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Также на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие, как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На «Ямарке» есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На «Ямарке» «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозон брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в Ледовом дворце 30 и 31 января с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова